МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале ВИДНОЕ ТВ. О последних событиях в городе и районе вам расскажут наши корреспонденты. Я, Татьяна Брылова. Здравствуйте. Вначале коротко о темах выпуска. Уставое совещание в ВИДНО провел первый заместитель министра благоустройства Московской области Евгений Афанасьенков. Надеемся, что все пройдет в установленные сроки. Продолжаем рассказывать о проектах наших земляков на губернаторскую премию «Наша Подмосковья». Я шесть своих пенсий потратил на 90 рублей и издал эту книгу. Первая персональная выставка Анны Мизиной. С удовольствием поучаствовали, приобрели картины. В ВИДНОМ состоялось кустовое совещание по реализации национального проекта «Комфортная среда». Встречу провел первый заместитель министра благоустройства Московской области Евгений Афанасьенков. Мероприятие разделилось на две части. Сначала представители муниципальных образований региона отчитались о ходе работ на своих территориях, а после чиновник отправился на главную площадку, на которой ведутся работы по благоустройству в нашем городе – кинотеатру «Искра». Тему продолжим в нашем сюжете. Жители нашего города с нетерпением ждут того момента, когда территория вокруг кинотеатра «Искра» вновь будет благоустроена. А чтобы этот момент настал быстрее, за ходом работ следит непосредственно руководство Московской области. Первый заместитель министра благоустройства Московской области Евгений Афанасьенков посетил «Видное», где провел кустовое совещание с представителями разных муниципалитетов, участвующих на своих территориях в реализации национального проекта «Комфортная среда». Евгений Леонидович хотел знать все детали работ, а также почему в некоторых городских округах на различных этапах происходят задержки. Видеонаблюдение. Солнечногорск устанавливается, но обещали уже полностью на прошлой неделе установить. Камеры стоят. В 2019 году в регионе должно быть реализовано порядка 50 проектов по благоустройству территории отдыха для горожан. После завершения общего совещания Евгений Афанасьенков отправился к кинотеатру «Искра», чтобы на месте посмотреть ход реализации проекта по обустройству общественного пространства. Его интересовали проблемные места и таковы и есть. Сложность у нас в роднике. Мы их все выводим в пруд. В этой части у нас большое подтопление. Не в том месте, просто он начал как плавун, то есть ходить с места на место. Просто у нас мы начинаем устраивать корыто под основание, да, и там вода. Вот, да, мы его должны отвезти, вот это видение произвести. Чиновник осмотрел территорию. Большая часть работ, несмотря на погодные условия, выполняется в срок. Надеемся, что все пройдет в установленные сроки. До 1 октября большая часть объекта будет завершена. Очередная министерская проверка состоится в конце июля. Большую стройку в Видном посетит министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, чтобы дать свою оценку. Татьяна Брылова, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ. Заместитель главы администрации Ленинского района Александр Усков проводит рабочие встречи с жителями поселений. В ходе них обсуждаются самые разные вопросы, касающиеся сферы ЖКХ. В городе Видное Александр Усков встретился с жителями домов по проспекту Ленинского комсомола. Их беседу послушал и наш корреспондент Максим Козлов. Нынешняя встреча проходит на детской площадке, но вопросы здесь обсуждаются совсем не детские. По программе «Мой подъезд» в Ленинском районе в этом году планируется отремонтировать 193 общих помещений в многоквартирных домах. Два корпуса дома 23 по проспекту Ленинского комсомола также вошли в губернаторскую программу. Заместитель главы подробно объясняет жителям, что ремонт – дело коллективное. Самое главное – это инициативная группа жителей контролирует этот процесс. И после того, как работы только приняты, мы производим оплату. Поэтому я прошу вас очень внимательно включиться в эту работу с тем, чтобы нам успеть в эти периоды завершить ее и получить, самое главное, финансирование от Московской области. Но одним обсуждением ремонта подъезда встреча не ограничилась. Жители поднимали самые разные темы – от вопросов, касающихся капитального ремонта, до нюансов новых правил вывоза мусора. Александр Евгеньевич очень грамотный чиновник, замглавы, он разбирается в вопросах ЖКХ хорошо. Мы приходим к людям, чтобы объяснить и разъяснить ситуацию. И чтобы они со своими чаями требований непосредственно могли чиновнику сказать в глаза, что они хотят. Это все записывается и реализуется потом. Дискуссионный клуб под открытым небом продолжался больше часа и, судя по всему, пришелся жителям по душе. Впечатление оставил очень приятное впечатление. Если все это будет сделано, что он обещает, то нам будет жить еще лучше. Главная ценность этих встреч в том, что все пожелания жителей тщательно фиксируются. Любая просьба или вопрос не остаются без ответа. Валерий Николаевич Венцов дал такое поручение изучить ситуацию в целом и посмотреть, где мы в каких ситуациях не дорабатываем. Вот, в частности, сегодня вопрос стал о работах капитального характера по линии фонда капремонта. И мы завтра же буквально внесем поправки на 2020 год с тем, чтобы принять решение по утеплению двух корпусов дома 23 на ПЛК. Подобные встречи представители руководства муниципалитета с жителями стали уже традиционными и проводятся на постоянной основе. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Видное ТВ продолжает рассказывать об участниках ежегодной губернаторской премии «Наша Подмосковья». В этом году решил попытать счастье председателя районного отделения общественной организации «Дети войны» Владимир Безбожный. О том, какой проект он представит на этот раз, Владимир Тарасович рассказал нашей съемочной группе. Владимир Тарасович Безбожный идет на премию «Наша Подмосковья» уже в четвертый раз. В этом году с проектом «Сохраним память о детях войны». Председатель Ленинского районного отделения общероссийской общественной организации «Дети войны» Владимир Безбожный с гордостью демонстрирует нам свою новую книгу, изданную на собственные деньги тиражом 100 экземпляров. Здесь собрана информация о жизни в военные и послевоенные годы 23-х членов возглавляемой им организации, а также о том, как и чем они живут сейчас. Материал для книги автор начал собирать с 2012 года. Пережившим тяготы войны и послевоенную разруху, уверяет Владимир Тарасович, есть о чем рассказать. Начинает рассказывать, и у них сразу на глазах о своей жизни рассказывает, как они принесли тяжелые годы войны, как послевоенные годы были. Ну и, конечно же, они рассказывали о своих трудовых подвигах, о достижениях, которые они совершили в жизни. И вот у меня тогда родилась мысль обязательно создать эту книгу. После выхода книги родилась идея создать проект под названием «Сохраним память о детях войны» и попытать с ним счастья на конкурсе «Наша Подмосковья» в 2019 году. К слову, за шесть лет существования премии Владимир Безбожный уже трижды становился ее победителем. И очень надеется, что и сейчас высокое жюри оценит его новый проект в достоинству. Я шесть своих пенсий потратил на 90 рублей и издал эту книгу. Конечно же, я издал всего лишь 100 экземпляров книги, немного. Но я ее вручил именно тем вот участникам, которые люди, 23 человека, которые здесь находятся в этой книге, им вручил, ну и другим далее. И, конечно же, хотелось бы вручить эту книгу каждому. Всего в Ленинском районе проживает пять тысяч детей войны, людей, рожденных с 28 по 45 год. На их долю пришлась мирная битва за целину, строительство десятков гидроэлектростанций, тысяч новых городов, заводов, школ, покорения космоса и другие великие свершения, сделавшие нашу страну могучей сверхдержавой. Многие из них лишены были полноценного детства. В голодные военные и послевоенные годы трудились все, даже малолетние. Неудивительно, что трудовой стаж некоторых перевалил за 60 лет. Для детей войны это закономерно, потому что многие из них пошли во время войны, работали на станках, стояли на деревянных станках и выпиливали детали. Многие работали на колхозах, собирали колоски. То есть, это труд был с самого детства. В планах автора не только переиздать книгу большим тиражом, но и выпустить продолжение, куда войдут воспоминания о тяжелом военном и послевоенном времени тех, кого мы сейчас называем «дети войны». Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Там, где живет душа. Такое название носит первая персональная выставка видновской художницы Анны Мезиной. Экспозиция открылась в историко-культурном центре, а посмотреть на работы «Полные страсти и живой экспрессии» можно будет до 11 августа. Одним из первых отправился на выставку наш корреспондент Арсений Рогозянский. В этих картинах, которых на выставке более 70, открывается вся суть человеческой души. Не каждое полотно раскрывается зрителю сразу. Важно пропустить через себя и прочувствовать, что происходит с героями застывшего сюжета. Анна Мезина подолгу трудится над своими картинами. С новыми мазками она вкладывает больше смысла, а потому работа становится еще глубиннее. Один из самых трудных жанров для художницы – портрет. Любой человек, из-за чего портреты одни нравятся, тем, кто на них изображен, а другие портреты не нравятся. Именно потому, что человек видит одно в зеркале и вообще совершенно по-другому себя чувствует, ощущает. То есть люди себя видят не совсем так, как их видят окружающие. Открытие выставки началось с благотворительного аукциона, для которого художница написала 15 картин акварелью на разные мотивы. Вырученные средства пойдут в помощь детям Видновского дома ребенка. Главный врач учреждения Римма Зубковская тоже приобрела картину и поблагодарила Анну за проведенный аукцион. С удовольствием поучаствовали, приобрели картины. Обязательно, вы знаете, на работе. Не домой, а на работу. Для того, чтобы все, в общем-то, любовались, радовались. Ждем Анну в гости, потому что дом наш гостеприимный и всегда рады видеть. Одним из героев выставки стал руководитель Видновской дирекции киносети Олег Федоров. В экспозиции был представлен его портрет. Олег Александрович отметил необычный стиль художницы, а также оставил ей теплые пожелания. А не хочу пожелать только одного – это развиваться, работать над собой, над образами. И уверен, что у нее большое будущее, которое приведет ее в один ряд со многими-многими великими и известными художниками. Для Анны Мезиной это первая выставка, которая проходит в Видном. Картины, представленные здесь, написаны в самых разных жанрах – от пейзажа до фэнтези. В каждой из них есть не только мастерство художницы, но и, как сказано в названии выставки, живет душа. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. В кинотеатре «Искра» стартовала грандиозная премьера – продолжение одного из любимейших мультфильмов не только детей, но и взрослых «Король лев». Он стал одной из самых ожидаемых и перспективных премьер летнего сезона. Все персонажи тщательно проработаны, а зрелищность не уступит книге джунглей. История об отважном львенке по имени Симба, покорившая сердца миллионов людей, по всему миру возвращается на большие экраны. Знакомые с детства герои взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают правильный выбор. Благодаря уникальным цифровым технологиям теперь их приключения выглядят максимально реалистично. Джон Фавра дарит зрителям возможность разглядеть богатство красок бескрайней саванны, соприкоснуться с величием дикой природы и ощутить себя частью этого невероятного мира. Показ картины приурочили к 25-летнему юбилею выхода на экраны любимого всеми мультфильма «Сеансы в 12.15», «14.25» и «18.50». Показ продлится до 7 августа. Кинотеатр «Искра» ждет своих зрителей. А у нас на этом все. Смотрите новости на телеканале Видное ТВ. Будьте в курсе всех событий Ленинского района. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!